Все боялись что-то делать, мы открывали гостиницу. И на сегодняшний день я могу сказать, что из предпринимателей сферы туризма один из лучших. Этим можно даже похвастаться. Возможен ли диалог между властью и бизнесом? И что нужно, чтобы был хороший результат? Диалог всегда возможен. Власть должна слышать бизнес. Бизнес должен слышать власть. Айубхан Саидов твердо уверен, что развитие бизнеса с помощью действенных государственных инструментов всегда дает хороший результат. Он владелец гостиничного комплекса и туристического агентства. Начал предпринимательскую деятельность в сфере туризма в 2008 году. Первую гостиницу открыл в 2015. Затем вторую в 2020 году. Во время пандемии, когда весь мир переживал не лучшие времена, я рискнул, отметила Айубхан Саидов. Его уверенность, знания и профессионализм дают хорошие плоды. Площадка форума собрала предпринимателей со всей России. Открытый конструктивный диалог бизнеса и власти необходим для эффективного развития экономики в регионах. Очень важно, чтобы предприниматели и властные структуры брали на себя определенные обязательства друг перед другом и своевременно выполняли их. Только в этом случае можно будет говорить о взаимном доверии власти и бизнеса. Тема «кадры в экономике будут люди, будет бизнес» выбрана не случайно. Наш рынок переживает глобальные изменения. Развитие импортозамещения в сферах производства, IT, туризма и многих других требует постоянного кадрового насыщения. Поэтому одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для малого и среднего бизнеса, будут квалифицированные кадры. Подчеркнула заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова. Не случайно эта тема была поднята именно в Архизе. Архиз – это активно развивающееся туристическое место, место притяжения. Сегодня обсуждали, как использовать различные инструменты, которые идут по различным ведомствам, не только по линии Министерства экономического развития федерального или регионального, а и по линии Минтруда, по линии системы образования и так далее. Как использовать эти инструменты для достижения общих целей, достижения синергетических эффектов. Как максимально использовать бюджетные средства. Вопросы повышения кадрового потенциала в туристической индустрии становятся все более актуальными. По прогнозам, спрос специалистов именно в этой отрасли очень высок. Цифры показали более 400 тысяч человек. Мы увидели, что система образования, система подготовки кадров, конечно, очень сильно отстает от запросов. И с точки зрения структуры, специальности и выпускников. Поэтому вот этот многосторонний диалог, бизнес, власть, система образования, он важен. И мы сегодня как раз на одной площадке постарались обсудить эти вопросы. Уровень сервиса и положительных эмоций предпринимателей принял на себя Архиз в течение недели. До Всероссийского форума «Мой бизнес-старт» на территории поселка Романтик провели форумы «Мой бизнес-лагерь». Организатором мероприятий выступило Министерство экономического развития России совместно с правительством Корчаева-Черкесии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Результатом работы стали позитивные отзывы участников форума. У всех была возможность не только поработать, но и посмотреть на красоту природы и немножечко отдохнуть. Все это, конечно, является важным и значимым фактором, служит благоприятной почвой в развитии экономики. Особенно в тех отраслях, где идет бурный рост и развитие. И именно их необходимо обеспечить квалифицированными кадрами, отметил министр экономического развития республики Артур Езауф. Находимся мы в самом молодом курорте Архыз, который уже сегодня входит в тройку самых крупных курортов нашей страны. Знаменитый еще с середины прошлого столетия курорт Тиберда-Донбай сегодня проходит процесс реновации. Это, несомненно, несет с собой мультипликативный эффект на всех сопутствующих отраслях, таких как и обслуживание, и развитие придорожного сервиса. И все это нужно обеспечивать квалифицированными кадрами. И сегодня как раз была поднята эта тема. На форуме подробно обсудили инструменты, с помощью которых надо решить эти вопросы. Ну и, собственно говоря, для предпринимателей был раскрыт довольно широкий спектр различного рода механизмов и возможностей. Их применение позволит оперативно подобрать квалифицированный кадр для своих предприятий. После форума провели еще две стратегические сессии. Возможно, при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» обязательно еще делать упор на то, что кадры надо обучать, и чтобы они именно работали в тех нужных сферах, которые сегодня нуждаются. Судя по тому, что люди пока еще не расходятся, значит, им очень интересно. Для нас это самый лучший показатель. Основные треки, которые были сегодня озвучены, это кадры в гостиничном бизнесе, туризме, промышленности и IT. На сегодняшний день в этом направлении есть проблемы, и они решаемы. Поэтому и была затронута эта тема. В Центре поддержки предпринимательства планируют создать кадровые образовательные площадки совместно с Министерством экономического развития, отметила Диана Хубиева. Также специалисты рассказали, как провести переговоры эффективно. Профессиональные навыки необходимы. У нас лично в моем бизнесе и в том бизнесе, который я планирую, туристический бизнес, бизнес, связанный с производством еды, необходим профессионализм. И нам надо, чтобы, как нынче говорили на форуме, чтобы у нас было именно базовое обучение людей, которые работают в данной структуре. Допустим, если развивать отельный бизнес, у нас нет понятия обслуживания. Должны уже заложить зачатки образовательных, скажем так, учреждений, которые учат именно тому, что востребовано в нашем регионе. Не просто общеобразовательные юристы, адвокаты, все экономисты, а именно надо обучать людей тому, в какой области они могут самореализоваться и заработать деньги. То есть, по моему мнению, все образовательные учреждения должны немножечко перестроить свою образовательную линию именно под необходимости нашего региона, который бурно развивается. Фатима Эбзеева не раз принимает участие на таких площадках. Использует предоставленную информативную возможность для развития своего бизнеса. Фатима понимает, что главное богатство компании – люди, так как профессионалы в итоге помогут получить слаженную, мотивированную, компетентную команду, которая будет приносить фирме прибыль. Участники мероприятия сошлись во мнении, что сейчас особенно важно обеспечить регион востребованными кадрами. Если говорить о сфере туризма, то в этой отрасли необходимо создать действенные социально значимые программы по обучению профессионалов. Важно поддерживать разумные предложения, чтобы предприниматель в развитии бизнеса имел успех, что благоприятно скажется в становлении и развитии экономики нашей республики. Альбина Ламкова, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия, Архиз.